Всем привет! С вами Селена Свей. Сегодня я не покажу свое лицо вам, зато вам я покажу 4 интересных лайфхака, которые я для вас подготовила к школе или в повседневной жизни, кому как нравится. Итак, кому интересно, оставайтесь со мной, поехали! Итак, первый лайфхак я вам покажу с тетрадями, потому что я знаю, у меня раньше были такие проблемы, когда тетради у нас хранятся в нашей сумке или в портфеле вот таким вот образом. И мы не видим сразу, какие тетради, особенно если тетради одинаковые все. И для удобства, чтобы понимать, какая тетрадка где, вы можете просто помечать разными цветами сверху. Например, у вас там математика будет красным цветом, и вы вот так вот помечаете красненьким. Ну, красиво, конечно, аккуратненько, чтобы было, не как у меня. Или сердечко можно нарисовать даже. Например, там русский язык, вы помечаете другим цветом. Крестик, например, можно поставить. Вы будете знать, что это русский язык у вас. Вот таким вот образом. Если этот лайфхак вам пригодится, используйте его, я буду рада, если вам станет удобнее учиться. Следующий лайфхак это со степлером и скрепками. У нас есть такой стандартный набор, купила я это все в фикс прайсе. И есть у нас вот такие скрепочки. Для того, чтобы было что-то необычное и новое. И, например, если вы, как я, любите розовый цвет, вы можете накрасить эти скрепочки розовым цветом. Аккуратненько. Можно поярче каким-то цветом взять. Подождать, пока подсохнет. После того, как мы накрасили наши скобочки, любыми цветами, можно разноцветными, мы вставляем в аппарат. И что у нас получается? У нас получаются розовые-розовые скрепочки. Видите? Как это необычно и красиво. Конечно, лучше делать поярче, тогда будет намного интереснее. Я думаю, что можно их и маркерами, в принципе, закрасить. Знаете, если есть такие маркеры, которые на всех поверхностях обязательно рисуют, чтобы они потом у нас... Да, тоже красят. Смотрите. Чтобы они не стирались. Только вот эти, я думаю, будут стираться. А вы возьмите маркеры, которые не стираются. В общем, лак, какая-нибудь краска или что-нибудь. В общем, у вас будут необычные скрепки, не как у всех стандартные железные, а у вас будут и розовые, или какие-нибудь прикольные. Следующий лайфхак. Это интересное подчеркивание. Я не знаю, получится у нас с этими маркерами или нет. Какие-то они погрызанные, покусанные. Вроде новые распечатала только что. Мы можем сделать с вами очень интересную вещь. Если соединим вот сюда наш маркер. Смотрите, он впитывается до половинки. Если мы сейчас подчеркнем, у нас получится. Вот такое интересное подчеркивание. Двойное. Зеленый с желтым. Мне кажется, очень красиво должно получиться. Мне кажется, это очень необычно и прикольно. И еще один лайфхак, который я вам хотела показать. Это для запаха. Для того, чтобы ваши... Кто любит так же запахи, как и я, чтобы ваши фломастеры пахли, можно сделать фломастер с запахом. Добавить туда так же духов, как на нашем фикс прайсе. Вот оно все туда прольется. Ну, чуть-чуть. Видите, пошел процесс. Закрываем. И ваш фломастер теперь пахнущий. Очень неудобно, что они маленькие, короче. Лично для меня. Поэтому берите побольше фломастера. Можно рисовать. Будет... Ой, аромат. Реально вкусно очень пахнет. Я думаю, вы будете привлекать ваших партнеров на соседней партии. Или партнерш. Итак, если идеи, которые я нашла для вас, были интересны и полезны, ставь лайк, подписывайся на мой канал обязательно. Впереди много интересного. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...